Девушки отдыхают 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 Вот, вот это? Какая-то, ну, видимо, лошадь из каких-то нелепых железок замерла в странном прыжке. Ты меня разочаровываешь, Манфред. За пятьсот лет можно было бы научиться понимать такие вещи. Извини, был занят другим. Это работа о том, как одно существо решилось на поступок. Лошадь из ржавых железок знает, что может разлететься на куски, как только ее копыта коснутся земли. Но не прыгать она не может, иначе ее жизнь бессмысленна. Так вот и я. Считай, что уже в прыжке. Редактор субтитров А.Семкин Чего себе? Я думал, будет что-нибудь попроще. Ну, конечно, тебе понравился бы музей, где в каждом зале смотрительница всегда сидит. Да? Ну да. Которые тапочки выдают. Нет, Миша, это же совсем другой формат, понимаешь? Галерея для создательных граждан. Здесь выставляют модный контемпорари-арт. Куда ты меня сейчас послала? Ну, контемпорари-арт – это современное искусство, понимаешь? Поиск новых образов, систем, форм, средств выражения. Ты откуда это знаешь? А я готовилась. Вдруг у нас с тобой тоже интервью будут брать? Да, кстати, да. Ну, ты вообще молодец. Миша, я подумала, может, мы забудем с тобой старые обиды. У нас в доме радость. Я так горжусь нашей дочкой. Ну, я, честно говоря, тоже горжусь. Пойдем? Пойдем. Знаешь, дорогая, мне кажется, что ты мною скоро будешь тоже гордиться. Я начал такую интересную исследовательскую работу. Это будет настоящий контемпорари-арт, но только в науке. Ай, ты что? Не может быть, Миша. Это же мэр. Может. Пойдем, скорее. Ну, что вам рассказать? Все работы Леи Розановой посвящены лошадям. И лошади в ее творчестве – это персонажи очень положительные. Они либо оберегают кого-то, или незаслуженно страдают. Но вот конкретно вот эту лошадь она решила наделить такой ангельской сущностью. И наделила. Почему решила? Ну, вероятно, она что-то переживала в тот момент, что-то личное, вы понимаете, да? И, ну, на фоне этого всего решила сделать вот так. Что интересно? Интересно то, что у всякой лошади на каждой картине есть реальный лошадиный прототип. И для этого мы специально с ней ездили на ипподром и делали зарисовки с реальных коней. Вот так. Да? И чем же все закончилось? Известно, что у лошадей случаются приступы в присутствии автора. Такое действительно есть в этом трагедии Розановой. Она вдохновляется лошадьми, обожает их, а они ее панически боятся. Вот. Но получается искусство, искусство вопреки диагнозу. Простите, я должна вас покинуть. Ненадолго. Да. Неплохо. Неплохо. Она просила мне ответить на вопрос, потому что сама пошла общаться с журналистами. Я что-то так выпила. Я прям... Ну, вкусно. На самом деле, речь идет не о голоде отдельно взятой лошади. Лошадь это... это скорее некий символ. Меня очень интересуют проблемы мирового голода. Ведь в то время, как европейцы поедают гамбургеры, тысячи людей погибают из-за пищи. Еще это работа о духовном голоде, который утоляют энтафорическим фастфудом ненужными покупками, навязанной рекламой. Ты моя святая ляля. Мне, что проще моть девушку, но я очень не люблю. Поздравляю. Вполне концептуальная барышня. Талантливая девочка. У нас много работы замкнутости, отчужденности от мира. Ну, наверное, это естественно. Мне всего лишь 16. А мир преподносит иногда такие сюрпризы, что становится страшно. Спасибо. Теперь я хотел бы задать вопрос вашим родителям. Да, конечно. Скажите, как рано вы почувствовали творческие возможности вашей дочери? В пять лет она нарисовала зеленку лошади на обоих. А потом ходила вся в пятна, как зеленый леопард. Без паники, сестренка. Я сегодня без своих обычных игрушек. А исключительно, кстати, восхититься, поздравить. Ну, и, конечно, напомнить, что если ты не откажешься от трона, в следующий раз я вернусь именно с ними. Посмотри, какая чудная семья. Интеллигентные. Такие тонкие, замечательные. И такие уязвимые. Не переживайте. Скоро я забуду и о вампирах, и о паладинах, и лично о вас. Хорошая девочка. Хорошая. Мне будет тебя не хватать. Вам лучше отойти от меня, иначе я позову охрану. Вот это невежливо, не по-родственному. Да, да, да. Какая стала. Побегу. Надо успеть все расследеть, как следует. Здравствуйте. Алексей Николаевич, добрый вечер. Завтра в гольф-клубе не забудьте. Здравствуйте. Рад вас видеть. Антон. Какая приятная встреча. Ты передал пиет маме. Не понял. Заберите свои часы и верните мимои. Понимаешь, Антон, они сломались. Такое случается с дешевыми вещами. Я их выбросил. А что, эти не в твоем стиле? Господин Ордынский. Мне от вас ничего не нужно. И маме ваши приветы я ей передавать не намерен. Красивая картина. Антон, я не представляю, как я мог тебя обидеть и чем. А я могу дать тебе все, о чем ты даже мечтать не посмелишь. Мама у тебя зарабатывает малая, а отец, я знаю, у тебя не помогает. А тебе необходимо встать на ноги. Мое становление на ноги только мое дело. А вас, я попрошу, больше никогда не беспокоить меня о себе. Прошу прощения, что я вас отвлекаю. Извините. Антош, можно попросить тебя со мной сфотографироваться? Конечно. Кто вы? Прекрасная веда. Лея Розанова. Автор этой экспозиции. Лея. Какая юная, прекрасная, талантливая девушка. А я Вацлав. Знакомый Антона. И отныне ваш безнадежный поклонник. Спасибо. А Вацлав, а отчество? Никакого отчества. Хорошо. Так вы позволите? Ради бога, вы же хозяйка этого вечера. Пойдем? Конечно. Рада приветствовать юную звезду моего сегодняшнего открытия. Елена. Лея. А вы хозяйка этой галереи и журнала, где у меня брали интервью, да? Именно. Так он предупреждает о своих. Мой вампир. А я думала, все по-честному. Так и есть. Ты талантлива. А вампиры всегда содействуют друг другу. Ты даже не представляешь, сколько наших в искусстве, шоу-бизнесе, науки. Когда человеческая жизнь подходит к концу, мы устраиваем самоубийство, несчастный случай, покушение. И тогда счастливый вампир лет сто отдыхает на каком-нибудь безлюдном острове. Как, например, певец по имени Майкл. Или актриса по имени Мэрилин. А потом возвращается и продолжает развлекаться сначала. Таковы наши реалии. Твой отец Освальд тоже удалился. А до этого кем он только не был. В 14 веке, например, его звали Джованни Бокаччо. Слыхала? Так он ирон. Умница. Ты думаешь, ко двору Джованны Неаполитанской он пробился сам? Ну, о моем отце у вас несколько устарели сведения. Он больше не в уединении и теперь возвращается. Великолепно. Он так вдохновенно цитирует Петра Аркопа. Что касается моей карьеры, то я постараюсь в будущем обойтись без посторонней помощи. Как амбициозно. Не забывай, за последнюю тысячу лет в топе только наши люди. Вернее, не люди. Это немыслимо. Речь идет даже не о портретном сходстве. Все одинаково. Лицо, фигура, походка, голос. Ты уверен? Может быть, тебе это только кажется? В конце концов, прошло столько лет. Такую женщину, как Александра, забыть невозможно. Балерина-красавица. А эта девочка, ее копия. Я не знаю, может быть, общие родственницы? Проявились семейные черты? У Александра близких родственников не было. Возможно, дальние. Необходимо проверить. Угу. Понял. Проверю. Только, Вацлав, я хочу тебя предупредить, ей всего шестнадцать лет. Ты не представляешь, как быстро взрослеют немфетки. Купи для меня все ее работы. Щедро. Женщины надолго запоминают широкие жесты. Хотя я не думаю, что все эти поделки стоят дорого. Однако, если за это дело берется Лена, то лет через пять все это будет стоить в разы дороже. господа, господа, спасибо, что почтили своим присутствием мой скромный выставочный танк. И разделили со мной радость по поводу возникновения в арт-пространстве нашего города нового громкого имени. Лия Розанова. Браво! Лия, подойди ко мне, пожалуйста. Я рада сообщить автору и гостям, что все работы на этой выставке уже приобрел один очень известный частный коллекционер. Поздравляю тебя! Кажется, он начинает завидовать. Welcome to the club. Как тебе выставка? Отлично. Девушка, иди к нам. Отлично. Отлично. Приобрел кто-то из нас? Нет. Гумберт Гумберт какой-то. Сказал, что хочет сделать девочке сюрприз. Ну, надо же. Видимо, какое-то извращение за мной. Ты уверен, что Артек явит? Терпение, терпение. На события бенефис своей любимицы пропустить не сможешь. Улыбайся, Лия. Улыбайся. У них стало еще больше пафоса. Верно. Сейчас это называют гламур. Можете считать ее новой религией имущих классов. Один из наших пишет книги о дискурсе и гламуре. В нем разъясняются механизмы. Могу дать почитать. Не стоит. И это пройдет. Это ее работа. Да. Что скажешь? Мило. Много страсти. Много страха. Много души, раздирающих чувств. Все по-человечески. Поэтому она не может стать пророком. Она слишком человек. Пророки, как люди, а не смертны. Да. А в жизни никакого смысла нету. Только путь. Кай, мне столько лет, сколько этому миру. Смысл жизни вампира я познал между вторым и третьим ледниковыми периодами. Но все-таки иногда ты возвращаешься из медитации, присоединяешься к обществу, Освальд. Да, я прожил в Европе весь ренессанс. Писал. Пару раз влюблялся. Потом ушел. А почти через 500 лет вернулся. Вероятно, чтобы снова влюбиться и зачать лею. Я прихожу тогда, когда чувствую, что мир зовет меня. Тогда почему ты колебался идти или со мной, когда я позвал тебя? Мир не звал меня сегодня. Я пошел с тобой только за тем, чтобы взглянуть на дочь, которую едва не потерял. Когда я в следующий раз открою глаза после медитации, ее, возможно, уже не будет. У вас, вампиров, понять сложно. Постарайся не умереть хотя бы несколько миллионов лет и начнешь понимать нас куда лучше. Какое дивное ощущение. Я чувствую, что все трое моих детей сейчас здесь. Как тебе миг смелости? Ой, не грузи меня. Почему? По-моему, взрыв, взрыв сюрреализма и ломания оков постмодернистических. Чего? Ну, постмодернистических оков. Ну, что-то понравилось. Понравилось. Что? Где Лия вылепила свой бюст. Ну, где кентавр. А, так это вообще о другом. Это же о поиске себя, о поиске себя, обнажающей душу художника. Там обнажает она грудь. И, кстати, она без лифчика. Дурак! Носить быстро. Ну, за лучший день залей. Это очень понравилось. Ты чего? Призрак увидела? Да нет. Казалось. дочек, это горжисто был. Я всегда знал, что ты талантыща. Молодцы. Спасибо. Поздравляю, Лия. Это Вацлав Ордынский, знакомый Антонов. И счастливый покупатель всех ваших работ. Так это вы их купили? Очень приятно. Михаил. Спасибо, что высоко оценили творчество нашей дочери. Светлана. Очень рад. Я хотел бы выразить огромную признательность людям в взрастившем столь яркий талант. Купить все работы это поступок. Даже для состоятельного человека. Это не имеет значения. Через двадцать, тридцать лет ранней работы признанного мастера сделают честь любой коллекции и будут стоить много дороже. Так что для меня это всего лишь выгодное вложение капитала. А скажите честно, Лия, вы будете скучать по вашим произведениям? Конечно. Особенно по мигу смелости. Это был очень важный этап моей жизни. Ваш миг смелости станет вечностью. А вашим работам будет хорошо у меня. я даже придумал где я их размещу. Простите, мне нужно кое с кем поздороваться. Лия, можете минуточку? Да, конечно. Смотри, далеко не у Вадим. Скоро мы будем. Сколько он заплатил? Пока не знаю. Какой приятный, интеллигентный мужчина. Кого-то он мне напоминает. Кого? Выйдем, подышим воздухом. И давно вампирам не обходил воздух. Это образно. Я бы с большим удовольствием пригласила тебя на чашечку крови. Да нельзя. По одному древнему закону каждый вампир в минуту душевного смятения может обратиться за советом действующему пророку как духовному учителю. А пророк не имеет права отказать. Так вот я в смятении и настаиваю на разговоре немедленно. Мы можем поговорить после того я уезжу в сердце. Нет. Закон есть закон хоть и древний. Ты ведь любишь соблюдать законы, Артек. К тому же Освальд кажется уходит. Хорошо. Закон и я преклоняюсь. лечка, ты знаешь, что я все время стараюсь уберечь тебя от неприятностей. У тебя это получается с переменным успехом. Пусть так, но я всегда знаю, куда тебе точно не стоит вмешиваться. Так вот, сейчас как раз такой момент. Пожалуйста, будь осторожна с этим человеком. Он купил мои работы. Он далеко не такой искренний, как кажется на первый взгляд. А ты откуда знаешь? Лия! Я хочу познакомить вас с очень интересными людьми. Это тоже коллекционеры. Вам будет полезно. Антон, простишь нас? Хорошо. Лия! Тихо, тихо, парниш. Ты чего шумишь? Находишься в культуре на месте. Лия! Прекращай. Возьми себя в руки. Пророк, я чувствую, что мир, в котором я жила сотни лет, устроен неправильно. Справедливости не существует. Закон бред сивой кобыла. Авторитеты изжили себя. Я не могу с этим мириться. Тебе не нужен мой совет. Я знаю, что ты собираешься сделать. И заранее тебя прощаю. Я выпью всю твою любовь. Я выпью всю дна. И не нужно слов между двух миром. Я выпью всю твою ...